и о отношениях и о физической форме и о здоровье вот именно это вот даже кошки плачут вечная борьба зла с добром это о чем мы говорим это аксиом я буду заражаться как бы я того не хотел самый главный показатель собственно говоря того что все в этом нуждаются это закупка другими страны этой вакцины все условно говоря вот гаджет да вот вот эта гадость многие с удивлением узнают человек худеет во сне вообще алкоголь не трезвенек это точно ну не так это все так николай сергеевич рад вас видеть в этом году уже наверно последняя наша возможность попариться в кедровых бочках в том году помните вы встречались парились кедровых бочках в пили чай с медом было дело николай на самом деле вот такой непростой выпуск да простой кто бы мог подумать и ведь на самом деле тогда когда мы парились с вами вот в последние дни года тоже поздравление друг другу вы сказали никто бы и даже не подумал что через два-три месяца да так все серьезно изменится и что этот год будет настолько это же и культуру человек поменялся да в принципе отношения в этих масок с отношениями с мероприятиями общественными как все серьезно изменилось всего лишь за год ну за этот год на самом деле люди поняли истинную ценность общения истинную ценность здоровья которого ну как правило как правило мы с ним живем и как мультфильме большом хорошем детском мультфильме которые многие из нас смотрели и не исключение здоровье пока есть о нем не думаешь вот ценность здоровья и человеческого общения люди поняли наверно только вот за этот год по-настоящему закрывая тему поздравления от имени компании нашей роскедр вместе с вами поздравим всех и пожелаем крепкого здоровья давайте 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 крепкого здоровья всем дорогие друзья уходящий год действительно очень много привнес изменений в нашу наш быт наши отношения мы действительно вошли в определенные испытания для кого-то в общем-то даже закончилось все трагически но тем не менее каждый человек прекрасно понимает что испытания даются ему свыше для того чтобы он что-то понял в этой жизни и надо воспринимать это без злости без обозленности и наверное даже с благодарностью как в песне у природы нет плохой погоды я уверен что каждый сделал выводы для себя лично для тех кто его окружает это тоже был год не только испытаний но и жизненного опыта и будущем я уверен мы все-таки станем во первых крепче где-то мудрее и умнее но самое главное давайте пожелаем себе прежде всего здоровья долголетия бодрости духа и все это наших сил все эти три постулата на самом деле иметь мы можем с вами если будем соблюдать простые самые банальные как кажется вещь жить с добром сердце и помнить о том что здоровье не вечно удачи вам хорошего нового года помните что здоровье превыше всего вы согласны с этим что спорт на на нашем в наших реалиях это действующий такой инструмент который может позволить тебе существенно себя поменять и трансформировать это единственный способ условия глобализации как-то помочь себе один и наверное единственный спорт человек придумал сначала тоже как элемент физической активности состязательности узнавать кто лучше без скажем так смертельные схватки кровопролития именно так был придуман спорт потом кому-то пришла в голову святая идея фактически святая на время прекратить войны во время прохождения игр спортивных затем это трансформировалась в олимпийскую идею гораздо позже но тем не менее это произошло а сегодня когда огромное количество народа людского населения планеты проживает в городах спорт и единственная возможность заставить себя быть активным потому что современные современная многозадачность современные условия нашей жизни это и лифты квартиры это машины транспортные средства это телевизор все это наклад отпечаток на нашу активность и благодаря этому и из из из-за этого мы не можем полноценно до физиологически себя задействовать соответственно и вот эти все проблемы начинают накручиваться если речь идет о том что спорт дал вам можете так немного сказать что он знал все все но в принципе получается что да вот благодаря спорту для меня спорт все и именно он все мне дал и характер тоже ну нет спорт раскрывает черты характера мы ради рождаемся с характером это упорство такое которое очень значимо да в бизнесе или в любой другой карьере очевидно и в вашей деятельности политика депутаты упорство если мне было упорство наверняка вы бы не были на той позиции где сейчас чем сейчас занимаетесь и где сейчас находитесь согласно с этим это возможно это очень сложно представить но скорее всего это правда по-другому было бы не так как бы мне того хотелось так что вот николай сергеевич советует всем заниматься спортом если речь идет о питании от мы про активность безусловно до баню вы рекомендуете потому что вы сами печать это очищение дано на клещем уровне ощущения то есть вывод всех этих токсинов шлака в первую очередь это баня баня в при в классическом смысле или вот бочка как альтернатива которая вам процедуру тоже нравится и что про питание скажете как у вас с питанием какие то есть если вы если вы не выдерживаете режим сна даже правильное питание вам не поможет там даже хуже сделает если вы не высыпаетесь то многие с удивлением узнают что человек худеет во сне никто не может представить как-то в лежащем положении можно худеть на самом деле режим сна если у человека ну там условно каждому по-своему конечно 6 до 8 ну до 9 часов достаточно чтобы высыпаться и именно восстановленной организм это путь первый путь здоровью второй путь уже вода питание все остальное и здесь у меня особенных каких-то рецептов нет еда не должна быть сложная еда не должна быть тяжелая тяжелая это обилие не только нет я бы сказал так это нами на мешанина углеводов белков я считаю что если вы пришли и ужинаете там рыбы то к ней должны быть тоже определенную питание ну именно гарнир да то есть если вся вкусная еда как правило которая нам очень нравится она все-таки не столь полезна как то что называется полезной и здесь человек постоянно находится в вилке или находиться в зоне комфорт чисто в мозговом комфорте потребляя вкусные вещи или потребляя вот здоровую пищу потому что здоровая пища она тоже требует времени для приготовления требует определенной самодачи определенного режима для человека это все достаточно сложно вот у меня я я не люблю крайность я всегда их не любил поэтому если говорить соблюдаю ли я соблюдали я там режим питания то у меня просто он свой этот режим я не люблю сложной пищи я не мешаю я знаю прекрасно что если мы еще и перемежаем это все с алкоголем то этой пищи становится в разы больше потому что алкоголь наши рецепторы раздражает заставляя их требовать дополнительной пищи вы как то есть алкоголь употребляете или вообще алкоголь не но я не трезвенник это точно но на самом деле даже здесь даже здесь я четко придерживаюсь определенный какой-то вот стадии если даже за столом все это будет все-таки я предпочитаю обходиться легким вином да не пиво вино по крайней мере в нем есть определенная доля какой-то пользы для организма это если это не в больших количествах значит можно все в небольших количествах раздельно если речь идет о питании ну и и главное не перегружать да я гарантированно могу сказать по крайней мере это мой жизненный опыт что жесткий отказ от чего-либо не только психологически он ведет в итоге к проблемам ну если это не сопряжено с какими показаниями для вашего здоровья которые могут потребовать абсолютно жестко отказаться от чего-либо тогда наверное это оправдан если человек сравнительно все нормально здоров почему он должен вот прям жестко себя в чем-то ограничивать это понятие это тоже это определенное сектантство я считаю человек многогранен поэтому он был не должен следовать вот кельвальтере только определенные идеи огромное количество людей именно через метод проб и ошибок шли вот каким-то таким философским мудростям так человеческая природа устроена что пока огромный при не грянет мужик не перекрестит ну наверное мы все равно как ни крути должны во-первых дать способ людям данном случае вот компания русскедр дает возможность людям не просто там задуматься о здоровье да получить удовольствие от определенного типа или способа получения или поддержания здоровья вот те же самые кедровые бочки паровые в которых человек может восстанавливаться может в общем-то даже поправлять здоровье я хотел бы немного поделиться если речь идет о этом результатах этого года ситуация такая много же любителей у нас бань все-таки не только мы с вами но когда придешь в общественную баню там бывает народу очень много и мы там все общаемся много любителей общественных баня в связи с сложившейся ситуации общественной бане же какой-то период были закрыты сейчас там в ограничительных работает в ограничительных режимах и общественные места стараются сейчас больше не ходить от культуры наше сознание до поменялось и в общественные места где большие скопления людей тем более баня там же все-таки много народу может собраться в парной да и это такая отличная атмосфера с этой температуры влажность или распорной нет в парной края то же самое коронавирус не выживает зато выживают огромное количество там других интерес еще я прочитал по на эту тему как раз исследование уже провели что для него для распространения температура которых парной она его не убивает она не выше там ну 50 градусов до с влажностью а может быть если влажность повысить а точнее понизить это температура повышается как в саунах там с 5 град процентов влажность но стоит все это уже посчитали да уже я почитаю я не просто говорю да посмотрел интересные публикации но это же моя тема это моя работа поэтому я как бы занимаюсь сейчас именно анализом то произойдет да в ближайшее время и суть в том что многие люди ввиду того что еще хотели даже не знаешь что просто гипотетически предполагать что в парных распространяться что то может плюс отчисленные места все они отказываются от посещающихся но баню то хочется у нас есть бочки вот такие випуски из художественного формирования есть обычные и на обычные у нас спрос в этом году существенно выше то есть эконом варианты но это индивидуальная баня где человек дома может поставить погреться все понимают что результативность до банной процедуры она как бы и дом может быть достигнута за счет вот нашей конструкции и мы увеличили объем продаж именно по эконом потому что люди в общей массе это процедуру хотят проводить то есть греться хотят очищаться то есть и большинство людей понимать что это помогает организму очищению прогревания оздоровление поэтому сейчас все больше по устанавливают вот интересно мы сами ожидали спад как во всех сферах бизнеса но вот слава богу в эконом вариантах насчет подъем на самом деле надо позиционировать так мне кажется что кедровые бочки которые обычного размера это понятно это не обычного размера это очень большая бочка сделанная под заказ на меня на метровая но те стандартные бочки в которых стандарт человек залезает вполне могут размещаться на лоджиях то есть быть установлены в лоджиях при условии там какого-то остекления минимального человек не закрывая большого пространства квартиры неважно какой при наличии но лоджии ставит туда бочку и собственно говоря можете и пользоваться вот мы эту бочку в дом на именно на балкон поставим можно будет потом использовать как вариант конечно это во первых воздух человек даже застеклив лоджию всегда может распахнуть окно и наслаждаться свежим воздухом в тот момент находясь фактически бане ну почему нет не говоря уже тех у кого есть там приусадиванные участки дома частные это все уже как бы опробировано мы с вами такие бочки людям дарили они в восторге находятся от того что не построив за несколько миллионов баню можно просто вот попариться очень быстро экономически сравнить баня и бочка бочку включил 15 минут парогенератор закипел 2 квт до потребления на разогреве потом уходим копейки по сравнению с топкой бани всего этого объема но баня это культура для русского человека поезд что она никуда не денется она нужна общение это все ясно опять же сдавайте вспоминать о коронавирусе того же сам да когда был период вообще полной изоляции ну кого-то пригласишь то никого ко мне в баню никто не приезжал мы сами ходили в баню принципе скоро встанет вопрос ребром потому что вирусная патология она такова что все равно определенная часть большая часть популяции должна переболеть и сам вирус теряет силу потому что он как любой живой организм приспосабливается и хочет жить и также происходило со всеми практически болезнями которые человеческое сообщество переносило до коллективный иммунитет соответственно с пониманием этого надо или постоянно жить какой-то изоляции что конечно налагает очень большое количество проблем и в рабочем порядке да это фактическое лишение себя не только общения но и каких-то совершенно уже рабочих момент поэтому мы ждем и общем-то в стране уже началась вакцинация пару вакцин мы уже фактически сертифицировали одна из них уже признана всемирной организации здравоохранения до спутник и самое это главное самый главный показатель собственно говоря того что все в этом нуждаются это закупка другими странами этой вакцины все спасибо никого сергич я николай котенков ученый предприниматель спортсмен руководитель компании роскедр дорогие друзья я николай валуев бывшим времени чемпион мира по боксу сейчас депутат государственной дума человек всем пока